И второе определение Аль-Айляка. Что такое Аль-Айляка? Это уаджгут ташабу. Это схожесть. Это схожесть. Схожесть между первым значением и вторым значением. То есть должна быть какая-то схожесть. А если не будет никакой схожести между первым и вторым значением, то что? Невозможен маджаз, так или нет? То есть никто не будет переносить первое значение на второе значение. Уаджгут ташабу бейналь-вода'иль-авваль-вассани. То есть схожесть между первым значением и вторым значением. То есть если ты, например, скажешь, я увидел хлеб, который сражался с врагом беспощадно. Скажешь, при чем здесь хлеб, так или нет? Нет, я имел ввиду, что? Храбрый, то есть. То есть хлеб что, храбрый бывает? Нет, хлеб храбрый не бывает. То есть я имел ввиду лев, но какая связь между львом и хлебом? Так никакой аляка, то есть никакой связи нет между двумя понятиями. Соответственно, никто такого выражения произносить не будет. Значит, мы что сейчас назвали? Мы назвали определение, что такое маджаз, во-первых. Во-вторых, из этого определения вывели четыре столпа маджаза. И в-третьих, дали определение третьему и четвертому столпу. То есть карина и что? Аль-Аляка. Или Аляка. Аляка одно и то же. Можно с Фатхой, можно с Касрой. Так? И теперь давай приведем пример, который приводит...